Многие скважины на этом объекте пробурили еще в 70-х годах. Они требовали модернизации и реконструкции. Жители говорили об этом неоднократно. Обращались за помощью в Добродел, дошли до местной власти. Сегодня проблема с водой решена. А что было с водой? Она была ржавая, на вкус неприятная, на запах неприятная. Были постоянные отключения воды. Были вынуждены уже, спасибо Доброделу, что он появился, написали в Добродел свою жалобу. Мгновенно отреагировали. Если там даже 6-7 дней рассмотрения жалобы, нашу жалобу рассмотрели в 3 дня. И уже во всей администрации были указания даны и на водоканал. По губернаторской программе в прошлом году в Одинцовском районе создали 9 станций водоподготовки. Одна из них – в Перхушково. Она способна очищать воду в объеме тысячи кубометров. Все жители, их 600 человек, а также социальные объекты, они будут получать чистую воду без примесей, без фтора, без железа. И искренно уже эта вода пошла. Сегодня местные жители тоже были здесь с нами на открытии и подтверждают, что вода совершенно другого качества. Этот объект полностью автоматизирован и не требует присутствия на месте специалистов. Четыре фильтра без железования имеют автоматическую систему самоочистки. Блок автоматического регулирования обеспечивает постоянную работу системы без остановки на промывку фильтров. Наша компания провела работы по монтажу, по проектированию и монтажу установки водоподготовки, размещенной в блок-контейнере, в блочном модульном здании на основе блок-контейнера. Оборудование производительностью 20 кубических метров в час, суточная производительность 480 кубических метров в час. Оборудование служит для удаления из воды железа, соединения железа и снижения мутности. Запуск станции в селе Перхушково уже обеспечивает качественной питьевой водой 600 жителей и два социальных учреждения, районную больницу номер 2 и сельскую школу. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.